В Сербии новый теракт. Второй за три дня. Убиты по меньшей мере 8 человек. Ранены 14. Молодой человек открыл стрельбу прямо из окна машины. Его задержали. Стрелявшему 21 год. Это Урож Блажич. По словам полицейских, это сын местного военнослужащего. Подробнее о произошедшем далее в сюжете. Массовое убийство в Сербии. В ночь с 4 на 5 мая молодой человек открыл стрельбу по прохожим. По меньшей мере 8 человек убиты и 14 ранены. Это беспрецедентно. Такое происходит в Америке даже во время войны. Не слыхано, чтобы кто-то стрелял в безоружного человека. Теракт произошел в деревне Дубона в 60 километрах от столицы Сербии Белграда. Молодой человек расстреливал людей просто из окна автомобиля. Среди убитых есть полицейский. Тога. Тога. Это ужасно. Молодой полицейский, ровесник моей дочери, 1998 года рождения. Я его знаю. Милан Паник. Был убит. И его сестра Дака. Тоже подруга Йованы. Я не знаю, что сказать. Я в шоке. Моя дочь принимает успокоительное. Мы всю ночь не могли спать. Они росли вместе. От детского сада до начальной и средней школы. Задержать подозреваемого полиции удалось не сразу. Он скрылся с места преступления. Для его поимки в Дубону прибыли спецподразделения полиции. Они проверяли все машины на блокпостах. Местность патрулировали вертолеты и беспилотники. Утром по национальному телевидению сообщили. Подозреваемый задержан. Предположительно, это 21-летний Урож Блажич. Сын местного военнослужащего. Теракт в Дубоне произошел спустя сутки после трагедии в школе Белграда. Там 13-летний подросток убил восьмерых одноклассников. Трехдневный траур даже не успел завершиться. На протяжении этих дней тысячи людей собираются у импровизированных мемориалов. А другие выстраиваются в очередь, чтобы сдать кровь. Около 500 человек стали донорами крови в среду. И к сегодняшнему утру было собрано в общей сложности почти 700 литров крови. Меня очень потрясли эти события, поэтому я впервые решился сдать кровь. И мне разрешили это сделать. Министр МВД Сербии Братислав Гашич, случившийся в Дубоне, назвал террористическим актом. После этих двух случаев президент страны Александр Вучич предложил вести мораторий на выдачу разрешений на ношение оружия, независимо от его типа, а также начать фактическое разоружение Сербии. Помимо этого он рекомендовал чаще проводить медицинские и психологические проверки владельцев оружия. Одновременно с этим Вучич предложил нанять более тысячи новых полицейских, чтобы повысить безопасность в школах.